Два года, как на карте мира, вновь появилось наше суверенное государство. Срок невелик, но если взглянуть с высоты прошедших дней на совершенное, то достаточно ясно просматривается, как многое сделано за это время. Взять хотя бы только основные моменты в политической истории молодой республики за этот год. 8 декабря 1992 года принята конституция основной закон Узбекистана, которая заложила правовой каркас демократического общества. 4 января 1993 года по инициативе Узбекистана появилось новое межгосударственное сообщество «Центральная Азия», которое стало подтверждением общности интересов государств региона в укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Этот год войдет в историю и благодаря своей миротворческой роли, которую наша республика сыграла в урегулировании такджинской проблемы. Когда утилиями руководства Узбекистана на ситуацию, сложившуюся в соседнем государстве, было обращено внимание мирового сообщества. Второй год независимости определил и приоритеты по внешнеэкономическому сотрудничеству среди государств, которыми Узбекистан установил надежные деловые контакты в ПРГ, Голландии, Австрии и Швейцарии. Немало сделала наша страна и для сохранения связи между странами бывшего союза, выступая инициатором развития контактов между республиками СНГ. Примером таких могут служить отношения между Узбекистаном и другими государствами на основе двусторонних соглашений о долговременном сотрудничестве. Очень много событий вобрали в себя два года независимого развития Узбекистана. Даже если остановиться на основных этапах преобразований, нам для их перечисления практически не хватит времени, отведенного на эту передачу. А посему мы хотим пригласить вас в начале нашей программы на главную площадь столицы Узбекистана, площадь Мустакилик, где прошли торжества в честь второй годовщины независимости нашего государства. За два года независимости в республике произошли большие позитивные перемены. Это признают и политики, и экономисты всего мира. Но главной переменной президент Узбекистана Ислам Каримов в интервью с журналистом называет перемены в сознании людей, осознавших свои исторические корни. Народы большой многонациональной семьи Узбекистана закладывают сегодня фундамент своего будущего. Их объединяют общечеловеческие идеалы независимости, мира, содружества. Эти слова стали девизом праздничных торжеств, яркие лучи которого и высветили суть нынешнего времени. Наше молодое независимое государство – одно из самых юных и по составу населения. Они будущие страны. Грандиозное театрализованное шоу, в котором приняло участие более 7 тысяч профессиональных и самодеятельных артистов, дало возможность совершить экскурс в историю, посетить разные уголки нашей республики, познакомиться с обычаями и традициями всех народов, населяющих наш многонациональный край. Грандиозное театрализованное шоу, в котором приняло участие более 8 тысяч профессиональных и самодеятельных артистов. Четыре часа праздника прошли как одно мгновение. И вот наступает самый яркий момент праздника. Теплая летняя ночь расцвечивается причудливыми букетами праздничного салюта. Над небом столицы совершалось волшебное таинство, атмосфера которого проникла в каждый дом. Теплая летняя ночь расцвечивается причудливыми букетами праздничного салюта. В дни праздника у нас в столице произошло немало событий, привороченных к этой годовщине. Открылись новые школы, колледжи, институты, сады, сданы новые жилые дома. А это, конечно же, сказалось и на особом приподнятом настроении людей. Не отвергать прошлого, а брать из него все лучшее. Это тоже черта сегодняшнего дня Узбекистана. И поэтому привычная всем жителям бывшего союза эта традиция к знаменательным датам у нас жива. В дни праздника в Ташкенте открыты два памятника нашим выдающимся предкам, Амиру Тимуру и Мирзову Лукбеку. Об этом наш следующий репортаж. Имя Амира Тимура вымарили черной краской сохранить в нашей истории. Ставилась цель вытравить из души народа национальное самосознание, чтобы народ потерял чувство национальной гордости. Это слова из речи президента республики Ислама Каримова на торжестве, посвященном открытию памятника выдающемуся государственному деятелю и полководцу средневекового Востока Амиру Тимуру. Еще в юности он поставил цель освободить свою родину от монгольских завоевателей. Объединив нации и народности, он стал во главе мощной империи. Вспоминая историю, невольно проводишь параллели. Разве сегодня не стремимся на к единству, к созданию великого свободного государства? Обращение к героическим страницам в своей истории придает человеку силу и уверенность. На великие свершения, из глубины веков и высоты мудрости, благословляет отныне своих потомков истинный патриот своей земли Амир Тимур, памятник которому установлен в самом центре столицы, в сквере, который теперь также носит его имя. В праздничной торжества в честь открытия мемориального комплекса Амира Тимура, состоявшейся 31 августа, в том, что воссоздали ту историческую эпоху, в которой жил выдающийся полководец и мой начальник Амир Тимур. В глубокую символичность слова высечены под ножи монумента. Сила справедливости. Мы с почтением вспоминаем великих предков, принесших славу своей земле. Алишер Наваи, Амир Тимур, Бабур, в этом ряду выдающихся личностей, блистательное место занимает талантливый астроном и математик, видный государственный деятель Мирзо Улуббек. Нередко эпоху правления династии Тимуридов называют восточным ренессансом. Трудно переоценить вклад Мирзо Улуббека в развитие литературы, искусства, архитектуры и особенно науки. Созданные им новые астрономические таблицы с изложением основ, астрономии и каталогом звезд, в течение двух суток не оставались непревзойденными по своей точности и поныне представляют большой научный интерес. Бесспорной творческой удачей скольпторов Анвара Рахматулаева, Леонида Рябцева, архитекторов Перу-Заши Рафии Валерия Бузбыхаева можно назвать в особенное имя утонченный образ Мирзо Улуббека. Многие из вас, наверное, знают, что существует свой особый путь в развитие Узбекистана, основу которого составляют пять принципов, выработанных Исламом Каримовым. Президент Узбекистана считает, что, во-первых, экономика должна быть приоритетной над политикой, во-вторых, главным реформатором должно выступать государство, в-третьих, исполнение законов должно быть повсеместным и неукоснительным, в-четвертом, социальная политика должна быть сильной и эффективной, в-пятом, развитие должно идти эволюционным путем, безо всяких скачков, основываясь на объективных экономических законах. И реформы, в конце концов, должны проводиться не ради реформ, а для благосостояния людей. Пять принципов обновления и развития выдержали испытания временем и стали действенной программой реформ Узбекистана. Сразу же после Дня Независимости открылась сессия Республиканского парламента. По мнению большинства ее участников и наблюдателей, она стала важной вехой в жизни Узбекистана. Тринадцатая сессия Республиканского парламента стала своеобразным итогом двух лет развития независимого Узбекистана. Именно в этом зале 31 августа 1991 года была провозглашена Суверенная Республика Узбекистан. Срок прошедшего с того дня невелик, но как многое сделано за это время. Узбекистан стал равноправным членом Организации Объединенных Наций. Первым из бывших союзных республик ввел президентскую форму управления и провел крупные реформы во внутренней политике. Принял демократическую конституцию, провозгласившую верность идеалам демократии и социальной справедливости, прошедшие два года стали периодом активного проведения социально-экономических реформ в интересах республики и ее народа. Именно с этой мысли начал свой доклад на 13-й сессии Верховного Совета президент Узбекистана Ислам Дуганич-Каримов. Анализ экономической жизни республики свидетельствует, что возникают тенденции, и это проявилось особенно во второй половине нынешнего года, к общеэкономической стабилизации, что означает переход к нормальному цивилизованному рынку. Большие перемены претерпевает общество Узбекистана. Идет утверждение принципов подлинной демократии, соответствующей опыту народной жизни, национальным и культурным традициям, интересам всех социальных групп и слоев населения. Активно происходит процесс построения национальной государственности на основе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Создается справедливое гуманное законодательство. Обеспечивается функционирование сильной исполнительской власти как гаранта демократических преобразований в обществе. Как руководитель отрасли, считаете ли вы, что у нас действительно есть свой особый путь? И насколько этот свой путь применим сейчас на практике? Да, безусловно. У нас особый путь, он в нашей возрасте тоже проявляется. Во-первых, это уже начало сказываться на тех показателях, которые мы имеем. Мы имеем сегодня определенную стабильность, стабилизацию положения в отрасли. Наша отрасль оказалась самым уязвимой при переходе в рыночные отношения, поскольку она была во многом связана с теми связями, которые существовали ранее в Советском Союзе. Но на сегодняшний день последовательность той политики, которую проводит наше государство в экономике, она позволила нам стабилизировать положение, и мы начинаем на сегодняшний день уже и наращивать темпы производства. Очень большие связи с зарубежными фирмами, с зарубежными партнерами, с Голландией, с Германией, с Турцией, с Китаем позволило создать прочную племенную базу отрасли. Очень серьезные наши взаимоотношения с венгерским подородами создают определенную базу и в кормовых вопросах. И мы на сегодняшний день полным ходом идем в рамках превозитизации наших производств. Из 85 птиц и паблик сегодня 45 уже переданы в коллективную форму собственности. Создается фермерское хозяйство, которое занималось бы птицеводческими программами. Я должен сказать, показатели в этих хозяйствах на сегодняшний день значительно отмечаются от тех, которые были на базе государственных форм собственности. Игорь Норманович, вот мне по роду работы часто доводят, разговаривают с людьми, которые приезжают в республику. И говорят, что Узбекистан имеет самое совершенное экономическое законодательство. И сейчас над какими новыми законами работает комитет? Ну, я не могу сказать, что как председатель комитета, что наши законы самые совершенные. Но, во всяком случае, почему наши законы так хороший отзыв получают? Потому что мы, прежде всего, над этим законом очень долго работаем. Потом мы используем весь мировой опыт. Вот в подготовке этих законов тоже принимали очень много специалистов международных организаций. Большая группа ученых, банковские работники. Вот члены нашего комитета постоянно эти законы готовят. И поэтому мы почти все проекты закона публикуем в печати для широкого обсуждения людей. Ну, для нас большую пользу приносит фактор времени. Потому что те законы, которые приняты в других странах СНГ, мы обобщаем и используем их опыт. Поэтому наши законы, они более совершенные и более жизненные. Мы привязываем их к нашим условиям. Каждый закон имеет какое-то свое определенное время. И вот сейчас уже подоспел в такое время, когда мы должны принимать закон о банкротстве. Мы сейчас будем работать после этой сессии. Значит, будем готовиться на следующей сессии закон о банкротстве. Будем готовить пакет законов о налогах, о совершенстве налоговой системы. И, видимо, у нас еще в плане посмотреть закон о бюджетной политике. В целом, формировать бюджетную политику, значит, должен быть большой пакет законов. И, кроме того, думаем вот сейчас работать над законом о концессии. Тоже подосло время, когда мы должны этот закон уже претворять в жизнь. Так как много иностранных инвесторов выявляют большой интерес к нашим ископаемым, к нашим промышленным разработкам, которые имеются в нашей республике. Поэтому, я думаю, вот этот пакет законов мы будем готовить на следующей сессию. Итак, в дни праздника второй годовщины независимости, то приподнятое настроение, с которым встретили его народы Узбекистана, стали точкой отсчета третьего года нашего государства. Государство, у которого, и в этом мы все сегодня уверены, великое будущее. Нашу уверенность разделяют и те, кто сотрудничает с нами, наши старые и новые партнеры. В Ташкенте прошла международная конференция банкиров. В этом форуме, посвященном теме Узбекистана и международный банковский капитал, перспективы сотрудничества, приняли участие представители свыше 60 крупных банков и международных финансовых организаций. Цель конференции – оказать помощь в привлечении иностранных капиталов в экономику Узбекистана, ознакомлении зарубежных инвесторов с ходом экономических реформ и внутренними возможностями нашего края. Открывая конференцию, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Рональд Феймен выразил признательность президенту Исламу Каримову и правительству страны за создание условий, необходимых для проведения такого крупного международного форума и выставил надежду, что сотрудничество с международными банками и финансовыми организациями поможет укреплению экономики Узбекистана. Затем на конференции выставил президент Узбекистана Ислам Каримов. Он подробно рассказал о существуемых в стране социально-экономических реформах и условиях, созданных для иностранных инвесторов. Выступление президента произвело большое впечатление на банкиров. И после конференции, отвечая на вопросы иностранных журналистов, Ислам Дуганиевич подробно остановился на некоторых характерных особенностях экономики Узбекистана. Любая валютная политика заключается в том, чтобы найти больше возможностей увеличить валюту. Поступление в валюту как по государственным каналам, так и по частному каналу. Мы сегодня, к сожалению, пользуемся только одним каналом, государственным каналом, но надеемся, что развивающийся частный бизнес, развивающаяся приватизация позволит нам обеспечить такое же поступление иностранного капитала и валютных поступлений, и в том числе и по частному каналу. Я в числе проблем, которые вы спрашиваете, я хотел бы отметить прежде всего одну главную проблему. Это определение тех сфер, которые позволили бы обеспечить поступление валютой, твердой валютой, не только за счет продажи сырьевых ресурсов, но прежде всего за счет выхода в мировую экономику, на мировой рынок за счет продажи конъюнктурной продукции. И мы надеемся, что наши начинания, которые есть в этой области, позволят вскоре получать валюту в Узбекистане не только за счет продажи хлопка и золота, драгоценных металлов, цветных металлов, но также и за счет готовой продукции. А завершить наш обзор мы решили репортажем об открытии в праздничные дни дворца Туркестан, который станет одной из главных концертных площадок Центральной Азии. Этого дня ташкентцы ждали много лет. Решить проблему долгостроя, каким был дворец, смогла только лишь новая власть после обретения Республикой Независимости. И вот неподалеку от берега Анхора, на Урде, поднялся Белокаменный дворец. Все, что сделали наши строители, монтажники, проектировщики, еще одно свидетельство их большого мастерства, таланта и вдохновения. Ведь перед ними стояла сложнейшая задача завершить строительство в кратчайшие сроки, создать в Ташкенте новый центр театрально-зрелищных мероприятий, который не стал бы слепой копией нашего поистине великолепного дворца Дружбы Народов, а имел свое лицо, свой архитектурный облик. И сегодня мы можем с глубоким удовлетворением сказать, что все это сделано. Много усилий, труда приложили для этого подразделения корпорации «Ташкентстрой», трудовые коллективы генерального подрядчика «Объединение СФАТ». Самые добрые слова можно сказать и о тех, кто создал проект Дворца Туркестан в специалистах Института Ташни и Генплан. 4 сентября 1993 года отныне станет памятным днем в истории этого, можно сказать, уникального сооружения. Новый театрально-зрелищный комплекс призван объединять народы, способствовать улучшению взаимопонимания между ними и, конечно, дальнейшему развитию культуры и искусства узбекского народа. Здесь затем состоялся первый концерт мастеров искусств Узбекистана. «Озбекистан» «Озбекистанамызи санат в маданатике горгулсун. 12. аср мутафакиры, улу Умар Хайям, ученде дегенекарляр». «Озбекистанамызи санат в Микритад». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...